Здравствуйте всем! Жители славного города Верхотурья, который располагается в Свердловской области, не на шутку стревожены тем, что железнобетонный мост, который является единственным соединением города с почти совсем Верхотурским округом, может рухнуть в любой момент. Мост был построен примерно в 1963 году, поэтому он давно уже морально устарел. Но это лишь половина беды. Несмотря на то, что мост еле дышит, он нагло эксплуатируется в коммерческих целях. Почти на протяжении года ежедневно через мост проезжают самосвалы, груженные грунтом и различными камнями. Весь самосвалов в загруженном состоянии предположительно составляет 25-45 тонн, а через мост разрешено проезжать транспорту с общей массой не больше 10 тонн. Об этом говорит предупреждающий знак, который стоит перед мостом. Данные самосвалы загружаются в Верхотурском же округе, предположительно со стороны села Кордяково. А затем они отправляются со своим грузом в сторону деревни Сосновка. Там проходит нефтепровод, вдоль которого отсыпается дорога. Сколько еще данные самосвалы будут проезжать через наш мост? Точно неизвестно, но ходят слухи, что дорога вдоль нефтепровода будет отсыпаться еще примерно 2-4 года. На сегодняшний день дорожное полотно моста находится в разбитом состоянии. На нем приблизительно 25 ям, некоторые из них глубиной 5 сантиметров и около метра в ширину. Такие данные сообщает газета «Новая жизнь». Ссылка на источник в описании под видео. В таком же плачевном состоянии находится единственный действующий пешеходный переход моста. Если говорить откровенно, то пешеходный переход почти весь гнил заживо и превратился в какой-то экстремальный актрацион по преодолению опасных для жизни препятствий. Каждый раз проход по нашему бетонному мосту – это практически какие-то неизведанные новые экстремальные ощущения. Очень жаль, что никто из нашей администрации не пробовал по этому мосту пройти. Высота наледи в эту зиму составила больше, чем полметра. Представляете, как идут бабушки и женщины, которые так-то с трудом передвигаются, а тут им приходится преодолевать такие препятствия. И действительно, несколько дней назад на всю ширину пешеходного перехода находилась снежная наледь высотой в полметра. Но сейчас ее уже убрали. Об этом даже сообщают местные официальные СМИ. Ссылка в описании под видео. Кстати, на сегодняшний день все ямы на дорожном полотне моста засыпаны щебенкой. Но, правда, ее очень быстро размывают водой, поэтому я думаю, что через несколько дней от этой щебенки ничего не останется. Также важно сказать, что повреждения на пешеходном переходе моста также засыпаны щебенкой. А ведь наш бетонный мост является важной частью самого популярного туристического паломнического маршрута Верхотурья Меркушина. Если мост не выдержит колоссальных нагрузок, которые он подвергается ежедневно со стороны больших грузов самосвалов, то туристическое развитие нашего Верхотурьского округа накроется медным тазом. И вот тут уже созревает важный вопрос. А возможно ли доставлять эти различные породы камней до Атресата, до Заказчика, не проезжая через наш бетонный мост, который находится в ужасном состоянии? Я наберусь смелости и выскажу свое мнение. Я думаю, что возможно доставлять грунт и различные породы камней со стороны трассы Екатеринбург-Серов. Но тогда, как я понимаю, и загружаться придется в другом месте. Возможно в очень отдаленном, и это скажется на стоимости доставки груза. То есть это очень дорогой вариант. А вот загружаться в нашем Верхотурском округе и доставлять груз через наш бетонный мост до деревни Сосновка, которая располагается совсем недалеко, в 11 километров от города Верхотурья, вот этот вариант дешевле. Напомню, через деревню Сосновка проходит нефтепровод, вдоль которого отсыпается дорога, для того, чтобы предположительно поменять у нефтепровода трубы и в дальнейшем производить техническое обслуживание этих труб. Вот такой вариант довольно дешевый, экономичный. Только за этот дешевый вариант придется расплатиться нам, Верхотурцам.